Если вам сложно говорить по-русски с носителями русского языка, вы узнаете эти проблемы. Каждый раз, когда вы говорите с русскоговорящим человеком, вы не можете найти слов, и вам сложно вообще какую-то фразу говорить. Или вы знаете, какие слова вы хотите сказать, но вы сильно сомневаетесь в ваших способностях их правильно говорить. Или вы не знаете правильную грамматику, и поэтому вы не уверены в том, что вы можете говорить. Или вы так боитесь совершать ошибки, что вы вообще паникуете, когда говорите по-русски, и никаких слов не выходят из вашего рота. Каждый из этих примеров приведет к тому, что вы не можете высказать свои идеи на русском языке. Проблема, которая у вас есть, это то, что вы недостаточно времени проводили среди русскоговорящих людей. И в этом видео вы узнаете 5 стратегий, которые вы можете применять, чтобы наконец-то нормально говорить по-русски. Первый совет — это то, что страх говорить можно легче всего преодолеть помощью говорения. Здесь получается немножко неловкая ситуация, потому что если вы боитесь говорить, как вы можете говорить? Если надо больше говорить, чтобы преодолеть этот страх, получается какой-то замкнутый круг. Как начать тогда? Здесь помогает осознать, что практически каждый человек, который изучает иностранный язык, борется с этой проблемой. И у всех есть этот страх. Это значит, что вы не один. Если многие другие люди могли преодолеть этот страх, это значит, что вы это тоже можете. Вы должны принимать, что это просто часть процесса. А если вы все-таки боитесь, тогда следующий совет может вам помочь. Второй совет — вы должны знать, что вы обязательно должны совершать много ошибок. Часто люди думают, что они должны идеально владеть русским языком, чтобы начать говорить. Это уже звучит абсурдно. Мне нравится метафора, что чтобы свободно говорить по-русски, вы должны совершать тысячу ошибок в общении. В начале вы не делали никаких ошибок, и у вас уровень начинающий. Вы начинаете изучать слова, чуть-чуть грамматики и пытаетесь говорить. И через месяц вы совершили в общении уже 100 ошибок. Теперь вы более продвинутые в русском языке, и вы уже можете что-то говорить. И через полгода или год вы совершили, может быть, уже 500 ошибок, а теперь у вас средний уровень русского языка. И через несколько лет вы сделали уже тысячу ошибок, а теперь вы хорошо говорите по-русски. Успех этого подхода заключается в том, что это заставляет вас много говорить и не боится совершать ошибок. Если вы знаете, что каждая ошибка приведет вас ближе к цели, вы хотите больше говорить и совершать больше ошибки. Третья стратегия – это то, что вы активно должны искать место, где вы можете говорить по-русски. Это очевидно. Но как можно это делать? Самый подходящий вариант – это если у вас кто-то в семье, среди друзей или коллег говорить по-русски. Было бы прекрасно, если бы вы могли ежедневно или еженедельно проведить время с этим человеком. Но старайтесь, чтобы время, которое вы вместе проводите, заключалось не только в том, что вы практикуете русский язык, потому что есть шанс, что иначе это скоро надоедает этому человеку и он больше не хочет проводить время с вами. Если вы не знаете никаких носителей русского языка, тогда я вам рекомендую найти кого-то в интернете. Здесь плюс в том, что в интернете вы можете все время сосредоточиться на том, что вы хотите практиковать русский язык. Потому что, скорее всего, вы найдете репетитора или найдете языковой обмен, где вы научите русскоговорящего человека вашему родному языку, а он помогает вам с русским языком. Еще вариант. Вы, конечно, можете найти место, где русскоговорящие люди собираются в вашем городе. Например, в русском супермаркете или в каких-то барах или ресторанах. Но здесь проблема в том, что сложно последовательно проводить время в этих местах. Поэтому лучше всего найти человека вживую или онлайн, с которым вы часто можете общаться по-русски. Четвертая стратегия помогает вам говорить, даже если вам не с кем. Эта практика заключается в том, что вы должны разговаривать с самим собой. Это звучит смешно, но дайте мне объяснить. Когда я начал снимать видео для YouTube, в 2019 году я еженедельно выкладывал видео на русском. Я заметил, что после некоторых месяцев мой уровень русского языка очень сильно вырос. Я еженедельно снимал себя, старался говорить полезную информацию на русском и пытался делать какой-то интересный рассказ. Это сильно помогало моему мозгу лучше адаптироваться и говорить по-русски. Но, конечно, не все хотят снимать себя и выкладывать на YouTube свои видео. Но есть другой способ. Вы можете просто записать себя на аудио и говорить о чем-то, что случилось в этот день или о какой-то жизненной теме. Записывайте себя и говорите о своей работе, о своей семье, о вашем доме или о ваших любимых занятиях. Это сильно помогает вам больше говорить. И самое крутое в этом методе это то, что вы можете слышать свой прогресс. Когда вы думаете, что все плохо с вашим русским языком, вы просто открываете аудиозапись, которую вы сделали несколько месяцев назад. Сравнивайте это с тем, как вы сейчас говорите по-русски, и вы обнаружите, что на самом деле много прогресса было в тот период. И у вас снова будет много мотивации, чтобы продолжать изучать русский язык. Пятый совет помогает вам больше открыть себя, когда вы говорите по-русски. Очень важно найти русскоговорящего человека, с которым вам комфортно говорить. Один из моих студентов говорил, что он раньше пытался практиковать русский язык на одной из онлайн-платформ. Но вообще никакой связи не было с репетитором. И ему не понравилось с ним практиковать русский, и поэтому мало результатов было. Но потом я ему посоветовал еще трех репетиторов попробовать. И среди них он нашел одну женщину, с которой хорошая связь была, и ему стало намного комфортнее говорить по-русски с ним. Так как ему было более комфортно, он продвинулся быстрее в русском языке. Что получается, если мы берем все эти факты вместе? Говорить по-русски, наверное, самая сложная часть изучения русского языка. Вы должны знать слова, грамматику и чувствовать себя комфортно, без страха, чтобы говорить. Это много, но стратеги в этом видео помогут вам себя более комфортно чувствовать и найти людей, с которыми вы можете говорить. Если вы хотите больше структуры в изучении русского языка, переходите по ссылке в описании. Там я вас научу, как вы можете ежедневно улучшать ваш русский язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова